В рамках договора о сотрудничестве между двумя муниципалитетами журналисты из Красноармейского района побывали в пресс-туре по Славянскому району. Вместе с журналистами красноармейских газет «Голос, правды, пульс» сотрудниками пресс-службы администрации Красноармейского района в мероприятии приняли участие и наши корреспонденты. С подробностями Надежда Неткачева и Михаил Варгулёв. Главной целью таких пресс-туров является не только знакомство с предприятиями района. Это, прежде всего, отличный способ обменяться опытом, возможность обсудить информационные поводы в социально-экономическом развитии двух соседних районов и построить планы по информационному сотрудничеству. Первым пунктом обзорной экскурсии стала территория центральной усадьбы в посёлке Совхозном. Там идёт строительство нового храма Александра Невского. Благоустраивается территория, которая станет одним из любимых мест прихожан. Далее участники тура отправились в заосад «Гигант». Такой выбор не случайен, ведь это одно из ведущих бюджетообразующих предприятий нашего района. Со дня его создания прошло почти 85 лет. Сегодня «Садгигант» – это предприятие, идущее в ногу со временем. Гости убедились в этом лично, увидев тысячи гектаров плодоносящего сада, которого сделывается по самым современным технологиям. Капельная система орошения, качественный посадочный материал, переход на суперинтенсивные сады, привлечение опыта иностранных специалистов – все это позволило хозяйству выйти на новый уровень развития. Красноармейские гости также узнали о новейших технологиях хранения и выращивания плодов. Перед нами находятся холодильники, фруктохранилища. Одно фруктохранилище рассчитано на 5000 тонн, мы видим 4, то есть 20 тысяч тонн. Всего у нас в агрофирме «Садгигант» закладывается на закладку, то есть на хранение внутренней 33 тысячи тонн. Из них в обычной атмосфере 13 тысяч тонн и 20 тысяч в регулируемой атмосфере. Впечатляющей была поездка в Заословпром, занимающегося производством вина, которая стала вторым пунктом нашего путешествия. Добродушная хозяйка, генеральный директор предприятия Жанна Беловол, как истинный знаток своего любимого дела, провела экскурсию по таинственному миру изготовления вина. Участники пресс-тура осмотрели площадку первичного виноделия, цех переработки винограда, винохранилище, цех обработанных виноматериалов. Увидели современное зарубежное оборудование, позволяющее получить высококачественный продукт. На каждом заводе есть, наверное, у нас единицы, мы были первыми, кто купили. Смысл этого оборудования – повышение сахаристости вина, то есть, будем говорить, получение полусладких вин, не путём добавления извне, допустим, сахара или ещё чего-то, а путём, будем говорить, немножко выпаривания и поднятия концентрации сахара. Вот у нас такая есть машинка. Интересно и познавательно Жанна Викторовна рассказала участникам пресс-тура о винодельческом хозяйстве. Заословпром – это современное предприятие, способное переработать 6,5 тысяч тонн винограда в год. Оно также славится своим широким ассортиментом, а это более 50 видов вина. Недаром директор предприятия с гордостью показывала участникам пресс-тура многочисленные дипломы и медали, заработанные на международных выставках и дегустационных конкурсах. Получив массу незабываемых приятных впечатлений от экскурсий по винодельческому предприятию, участники пресс-тура отправились в детский сад номер 15 «Золотой ключик». Он открылся в прошлом году в рамках губернаторской программы по увеличению численности мест в детских садах. Около 200 детишек с удовольствием посещают новые благоустроенные группы. Красноармейские гости отметили, что там есть все условия для комфортного пребывания детей. Большое впечатление от поездки осталось у наших соседей. Поблагодарив за теплый прием и познавательную программу, пригласили славянских журналистов посетить Красноармейский район. Я считаю, что это была прекрасная встреча. В каком плане? Мы побывали у вас на ведущих предприятиях, познакомились с новейшими технологиями, по которым они работают, составили представление в целом о районе, хотя оно у нас и было, но таких подробностей мы, конечно же, не знали. Пресс-тур завершился в теплой дружеской атмосфере. Во время таких мероприятий журналисты в процессе общения обмениваются опытом работы, обсуждают социально-экономическое развитие районов и строят планы по дальнейшему сотрудничеству. Надежда Неткачева, Михаил Варгулев, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...